Добрый день, уважаемые члены и участники конкурса. Меня зовут Бахтестан Анастасия Юрьевна. Моя тема «Мой на ли есть снег». Мы живем в городе Скирли-Тамак, в одном из промышленных городов Республики Бахтестан. В середине ноября состоится снегный покров, который сохраняется до конца марта. И снег так хочется потрогать, слепить из него снежки, а иногда даже попробовать на вкус. Но можно ли это делать? Мне стало интересно, почему нельзя есть снег, насколько он грязный. Действительно, мои друзья не едят снег. Этот вопрос интересует многих детей. И по этой причине мы решили исследовать снег. Наша цель изучить снег, выяснить, почему нельзя есть снег, дать рекомендацию другим детям. Мы предположили, что снег нельзя есть, потому что он не такой чистый, как камус. Для достижения этих целей мы поставили перед собой такие задачи. Первое. Узнать, что такое снег. Второе. Изучить некоторые свойства снега. Третье. Узнать чистоту снега в разных пяти местах города. Составить памятку осторожный снег. Для этого мы изучили интернет, книжки и значение слова снег. Мы решили проверить эти факты опытным путем и сделали вывод, что снег белого цвета, непрозрачный, рыхлый и холодный, а в тепле быстро тает. Не секрет, что детям хочется попробовать снег на вкус. Но можно ли это делать? Нам стало интересно, что думают ребята из нашего детского сада, вот какие результаты мы получили. Многие ребята пробовали есть снег. Большинство ребят знают, что нельзя есть снег, потому что он грязный и может заболеть в любом. Все прошлые ребята отказались есть снег, даже если он выглядел чистым. Мы решили проверить, можно ли есть снег, выложить на землю. Достаточно он чистый. Мы провели некоторые простые опыты. Дали пробусть снега в пяти разных местах города. Первое – паркинный уклад. Второе – в воде на территории детского сада. Третье – у края в части. Четвертое – у реки Скирля. Пятое – промызоне. На первый взгляд снег не отличался, был белый и чистый. Мы подождали, пока он растает. И после этого перелили воду и стаканчиком в колбы. На фильтрах было видно, что снег с обочинной дороги самый грязный. Содержит копотик машин, песок и другие вещества. Возможно, такое количество грязи попадает туда с прорезой части, а проезжает мимо машин. Снег из промызона был тоже грязный. Снег на территории садика и имени Рукова тоже был очень грязный. На поверхности стаканчика пал какой-то дыр с кусок шереста на лодке. Здесь можно вспомнить про корч и собачек. Но это у них совсем другая история. Самый чистый снег у реки Стерля. Но и здесь на фильтре было видно частицы грязи и мелкий мусор. Вывод значит, расталая вода грязная, то есть снег грязный. Если снег содержит такие вещества, то и конечно его нельзя есть. Попробовав такой снег, можно отравиться или получить опасную инфекцию. Таким образом, гипотезы, что снег есть нельзя, потому что он не такой чистый, как кажется, нашла свое подтверждение. Эта тема была нам очень интересной. Результаты показали, что совершенно чистого снега нет. Внешний снег кажется белым и чистым, но на самом деле он содержит опасную премицу, а это значит, что есть снег, опасный для нашего здоровья. Таким образом, гипотезы, что есть снег нельзя, потому что он не такой чистый, как кажется, нашла свое подтверждение. Спасибо за внимание.